Привет, друзья! С вами Иван Никитин. В этом видео разберем вот такой замечательный проект и посмотрим на него изнутри 3D Max. Как раз затронем темы, которые вы будете разбирать на курсе по визуализации экстериров, будь то базовый курс, либо продвинутый. Собственно, такие визуализации такого уровня вы будете делать на этом курсе с онлайн-поддержкой, с кураторами. Ну, а сейчас давайте рассмотрим этот проект изнутри. И вот как он выглядит. Это вид из той же самой камеры. Здесь вы можете видеть кусты, травку в виде вот таких квадратиков с текстурой. Это плагин мультискатора, о котором мы позже тоже поговорим. Здесь вот тоже деревня на заднем плане. Это тоже создано с помощью плагина мультискатор и моделей деревьев, естественно. Ну и давайте разберемся, из чего этот проект состоит. Переключаюсь в перспективу, убираю режим реалистик, обычный шейдет. Вот вся наша плоскость, немножечко потормаживает. То есть здесь у нас газон засажен травушкой, деревьями. Здесь у нас трава, которая на ближнем плане. Вот она. Обратите внимание, здесь используется DOF, то есть расфокусировка ближнего плана. Дальний план у нас резкий, ближний план у нас попадает как раз в зону не резкости, как бы меньше резкости. Это создает такой небольшой художественный эффект, смотрится достаточно неплохо. Его же можно наблюдать на других ракурсах. Вот здесь немножко. Вот здесь особенно задний план размыт. Это можно делать с помощью плагинов специальных для Photoshop. И на основе канала ZDEV, который нам дает V-Ray при рендере, мы можем сделать эту обработку в Photoshop, либо же сделать это прямо в 3D Max. А последние версии V-Ray, в общем-то, делают это достаточно быстро. И тот и тот способ применим. Вы узнаете о них на курсе. Так, тут уже другие работы наши прошли. Ну, в общем-то, давайте вернемся назад в 3D Max и посмотрим, из чего состоит проект. А здесь наибольший интерес, конечно же, представляют сами сооружения. А тут, как вы видите, по периметру стоит заборчик. Он создан из таких секций вертикальных плашечек. В общем-то, ничего сложного здесь нет. Абсолютно обычные деревяшки. Вверху проходит тоже балка управляющая. Здесь сам дом. Давайте рассмотрим его. Тоже обычный бокс. Обратите внимание, везде сняты фаски. Сейчас я включу режим отображения ребер. Сняты фаски для того, чтобы все было аккуратненько, не было острых углов. Это добавляет реализма, ну и создает хороший тон к моделированию, в общем-то. Это необходимо делать обязательно. Здесь растения. Тоже в данном случае они переведены в прокси, чтобы не занимать слишком много ресурсов от вашего компьютера. И дарится быстрее. Вот эти вот вещи, да, это симуляция ткани. Можно с помощью нее сделать. Либо же взять готовую модель любой занавески и просто ее изогнуть с помощью модификатора Band. Давайте пойдем с основы дома. С площадки даже скорее. Здесь обычный бокс, опять же с фасками. На него натянута текстура с Displace. И вырезаны отверстия под светильники. В данном случае их можно вырезать либо с помощью специального скрипта Loop Regularize, который создает нам отверстие из прямоугольников. То есть мы нарезаем сетку из прямоугольников и потом делаем Loop Regularize. Он создает круглую форму. Либо же пойти более простым путем, стандартными средствами МАКСа. Это обычный ProBullion. Берем цилиндр и вырезаем отверстия. Давайте я передвину, чтобы показать, как это выглядит. То есть вот обычные отверстия. В них утапливаются вот эти вот светильнички. Светильники тоже достаточно простые. Ничего здесь сложного нет. Обычный цилиндр. Внутри еще один. И с помощью DeepPoly сделана вот такая вот внутренняя часть. Здесь можно применить материал V-Ray Light MTL, чтобы это все подсвечивалось красиво. Либо же вставить прям конкретный светильник, источник света. В данном случае непринципиально. И у нас тут ближних планов нет. Но если мы будем делать ночный вид для этого экстерьера, то, естественно, нужно будет над цветом поработать более тщательно. Что касается дома, здесь тоже нет ничего, в общем-то, сложного. Но давайте-ка я сделаю уровень, угол обзора пошире. Вот он такой большой достаточно. Здесь все собрано в группу для удобства работы с различными частями. Давайте разгруппируем. Каждая стеночка тоже в группе. И здесь, в общем-то, тоже ничего сложного. Обычные прямоугольные боксы с фасками, которые нам задают вот эти вот швы как раз. То есть, как видите, здесь расстояния между боксами никаких нет. Но сняты фаски, и это придает вот такой вот эффект, что они действительно из досок, а не из одного платно. Можно, кстати говоря, сделать еще другим способом. Вы можете взять обычный бокс прям по всей поверхности. Вот так вот. Вырезать сразу участок под дверь. С помощью инструмента Slice, либо Cut в Detable поле. Снять фаски по периметру, вернее по углам. И разделить этот бокс на нужное количество сегментов. Ну, то есть, например, у вас тут, например, там 30 плашечек. Вы вот на 30 частей делите. Там на 31. И получается, что каждое ребро вы можете вдавить внутрь, тем самым создавая вот такую вот фаску. То есть, у вас не из отдельных частичек будет эта поверхность состоять. Не из отдельных таких вот плашек, да, а из одного массива, который разделен. Единственное, это потом тяжелее будет текстурировать. Здесь каждая деталька, так скажем, затекстурирована отдельно. Если мы возьмем... Так, Open. Open. Вот. Тут, то есть, можно легко разнообразить текстуры, чтобы они не были как сплошной массив. Поэтому здесь сделано именно так. Но способов достаточно много. Что касается двери, здесь тоже достаточно все просто. Создается сначала вот такой вот бокс в нем по периметру, да. Можно сделать его из плайна. То есть, делаем два прямоугольника. Выдавливаем с помощью Extrude. Получается вот этот массив. Собственно, вот эта часть. Снимаем фаски по краям. Здесь обналичник. Это можно сделать с помощью, опять же, сплайна по периметру. И применить модификатор бывого профиля. Здесь затем на углу сделать Extrude вот этой ребра. Внутрь, чтобы получился такой небольшой шов. Прилепить уже полотно двери, соответственно. Сделать ручку, либо взять готовую. Ну, вот эти все замки. Как бы это все проще взять готово, естественно. Ну, и вообще, на самом деле, для экстерьера все вот эти детали архитектурные, которые являются не уникальными проекта, частями, вы можете брать сразу готовыми, потому что смысл их измоделить я особо не вижу. То есть, это дополнительная трата времени. Если у вас дверь какая-то уникальна, тогда, конечно. Но обычно в экстерьерах уникальна только сама архитектура, окружение. Все остальное, в общем-то, создается из готовых моделей. Просто делается наполнение. Давайте перейдем к черепице. Тут очень важный, интересный момент. Это черепица. Смотрите, здесь она вот такой вот формы. То есть, идет как сужение кверху, да, и получается стыковка между собой. Как бы такую черепицу располагать вручную, ну, достаточно трудоемкий процесс. Тем более, что приходится подрезать их местами где-то больше, где-то меньше. Это все под наклоном. Тут нужно учитывать смещение вот это. То есть, они лежат неровно, а как бы внахлёст друг с другом каждый уровень кладется. То есть, это придется раскладывать вручную. Там не каждую черепичку, это неудобно. Поэтому есть специальный плодин, который мы будем с вами изучать на курсе. Опять же, плодин называется Badzal Roof Designer, который создает черепицу буквально за пару кликов. Вы создаете поверхность крыши, выбираете форму черепицы, нажимаете кнопку, и вся ваша поверхность крыши, в общем-то, кладется черепицей, плюс создаются еще дополнительно вот эти вот все, все вот эти профили, кладутся тут с нужных сторон, с которых вы зададите. По поводу вот этих вещей, водоскатов, тоже ничего сложного нет. Если разобраться, вы рисуете сплайн пути, который будет, ну, как бы, задавать саму траекторию, да, движения воды, вашего будущего объекта. Или опять же, с помощью Bevel Profile мы накладываем на путь ваш сплайн, ваш профиль, и получаем вот такой вот результат. Здесь дополнительно делаются секции для реализма из вот этих вот креплений, и делается расширительная вот эта часть в данной области. То есть тут тоже достаточно все несложно. Тут то же самое, с помощью Bevel Profile можно сделать вот этот участок, опять же, прикрепить здесь крепление из кусочка этого же профиля, просто сделать его чуть больше в масштабе, чтобы он выступал сюда. И, в общем-то, все. В основном все те же самые инструменты, да, ничего сложного. Расставляем декор, делаем вот эту печку. Тут вот из обычных сплайнов с толщиной можно сделать. Обратите внимание, ковка. Когда мы делаем ковку, у нее, как правило, есть не круглый, да, профиль, а вот именно многоугольный такой, шестиугольников, например. Это можно все задавать в свойствах. Сплайны, когда вы задаете толщину, можно указать там количество сегментов по окружности. Это придает, опять же, тоже свой реализм, да, потому что круглой ковки, как правило, не бывает. Здесь тоже все как бы из боксов, из полимоделинга созданных при помощи полимоделинга. Например, вот этот участок можно отчертить вот прямо в профиле на виде спереди. Вот эти все переходы просто сплайными линиями. И затем выдавить, получить этот объем, снять фаски вот здесь по краям и наложить текстуру. В общем-то, ничего сложного нет. Бревна можно взять готовые, но можно, в принципе, взять цилиндр и помять его немножечко с помощью модификатора noise, наложить текстуры. Здесь тоже будет все готово. Кстати, обратите внимание на такие мелочи, как решетки для водостоков, различные крепления, труб. То есть это все те детали, которые с первого взгляда незаметны, но в общей массе они задают как раз реализм и проработку деталей. Ту самую, которую очень ценят клиенты. Здесь вот тоже можно было не делать вот эту штучку, да, конек сам на трубе, но тем не менее он сделан и это очень круто. Таким образом, из таких вот вещей, да, в общем-то, каждый из которых создается достаточно просто, если уметь это делать, опять же, создается уже полноценный проект, который нужно затекстурировать, назначить правильный материал, и об этом мы тоже будем говорить в продвинутой части курса уже. Сначала вы научитесь пользоваться базовыми инструментами 3D Max, даже если его в первый раз открыли, вы его сначала установите, ну, скачаете, установите, настроите, как оно полагается, научитесь пользоваться инструментами моделирования, создадите свой ландшафт с дорожками, перепадами высот, если хотите, саму архитектуру, создадите все вот эти детали, и уже в продвинутой части курса, получается, в следующем курсе продвинутой визуализации экстерьеров вы научитесь создавать текстуры, материалы назначать, расставлять правильно камеры. Здесь вот, например, несколько ракурсов создано. Вот камера 1, так вот она выглядит, камера 2, камера 3 и так далее. Научитесь создавать камеры, настраивать их по колор-балансу, по различным параметрам, в том числе создавать вот этот эффект размытия передней либо задней части объектов, передний и задний план. Научитесь рендерить это все, настраивать рендер, чтобы качество было на уровне и при этом не уходило в бесконечность время. Научитесь обрабатывать рендеры в фотошопе, ну и так далее, и так далее. То есть этот курс направлен на создание такого уровня проектов, как мы сегодня с вами разобрали. Кстати говоря, этот проект, который мы сегодня разобрали, вы получите вместе с остальными проектами в бонусом, то есть сами исходные файлы, сцены, со всеми текстурами, со всеми настройками. Вы можете рассмотреть их более детально, будучи нашим учеником. Вы получите весь этот комплект бонусом в подарок вместе с курсом. Помимо этого, вы получите еще пладин мультискатора, о котором я сегодня вскользь упоминал. По нему я планирую записать отдельное видео. А также к этому пладину очень полезны будут модели растений, которые, кстати говоря, очень реалистично выглядят. Это и трава, это и кустарники, это и огромное количество деревьев, которые вы сможете также использовать. Что ж, записывайтесь на курс. Я желаю вам успехов. Увидимся. До новых встреч. С вами был Иван Никитин. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok